Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель, сурдоперевод от Виктории Антонишиной. Здравствуйте. Реальный рост ВВП в этом году составит не менее 3%, а в следующем достигнет 4%. Такие данные на совещании по экономическим вопросам главе государства озвучил премьер-министр страны. Алихан Смаилов представил план социально-экономического развития до 2027 года и презентовал проект республиканского бюджета на три года. По его данным, доходы в бюджет вырастут как минимум на 3 триллиона тенге за счет налоговых поступлений. Пообещал глава Кабмина меньше тратить сбережения нацфонда. На 2023 запланировано в два раза сократить гарантированные трансферты. Более того, макроэкономические показатели укрепятся за счет снижения нефтяного дефицита, доложил Смаилов. Выслушав доклады, Касым Жумар-Тукаев поддержал представленный прогноз и проект республиканского бюджета на трехлетку. И в очередной раз обратил внимание Кабмина на качественное планирование и эффективное распределение средств. Касым Жумар-Тукаева Казахстан в основном продает соседу по Каспию пшеницу, нефть, нефтепродукты и железнодорожные локомотивы. Покупает же суда, паромы, различные полимеры и трубы из черных металлов. Айгуля Монтаева ознакомилась с потенциалом сотрудничества братских государств. Казахстан Казахская юрта в центре Баку. И интерес к жилищу кочевников не нуждается в каком-то особенном разъяснении. Азербайджанцы – одна из многочисленных диаспор Казахстана. Сегодня в нашей стране их больше ста тысяч. История раскидала азербайджанский народ по всем уголкам нашей страны. Часть агузских тюрков вернулась на историческую родину, но не забыла вторую. И с удовольствием посетила праздник в честь 30-летия со дня установления дипломатических отношений двух стран. Послушали казахские кюи. Примерили национальный костюм. Ну как вам? Нормально, очень нравится. Мы хорошо с ними дружим, с казахами. У них все хорошо, как у нас. Мы им поможем в любой трудный момент, и они нам. И, конечно же, вспомнили вкус казахских национальных блюд. Очень круто. Но я не знаю, что это. Можете? А, очень вкусно. Это творог с сахаром. Это курт. А, курт я пробовала. Вкусно. Да, у нас это хрингал делается. Растворяет с водой и поливает хрингал. Для меня казахстан – это родное. Я более 40 лет живу в Казахстане, я с Астаны. Это праздская страна, скажем. Ну, мы все мусульмане, скажем, все тюрки. Есть один фильм «Рэкетир». Есть у вас отличный фильм, я его обожаю. Да, талант у вас снимать эти фильмы. Практически нет ни одного вопроса, по которому интересы Казахстана и Азербайджана сталкивались. Мы всегда занимаем близкую или совпадающую позицию. Ну, и я думаю, что это тоже не секрет, что, ну, скажем так, мотором тюркской интеграции выступала всегда Турция, Азербайджан как в середине находящий государство, и Казахстан, который располагался центральной, располагается центральной. Я думаю, что вот эта ось, она будет работать, и мы будем продвигать и тюркскую солидарность, интеграцию, культурные проекты. А азербайджанская молодежь еще и охотно учит казахский. Али Ягас Евсен выучил его в Италии. Он поехал учиться в Турин и нашел там друзей казахов, которые еще и научили его играть на дамбре. В 2018-м я не знаю именно, что случилось. Возможно, у меня селился дух предков, аруак. И с того момента я начал играть на дамбре. Я в Италии, не знаю, может, соскучился. Азербайджанец Живидан Гасанзаде выучил казахский по работе. В свободное от учебы время студент подрабатывает гидом, знакомя туристов с казахской культурой. От многовековой истории до современной политики и экономики. За последний год взаимная торговля между Казахстаном и Азербайджаном выросла в три раза. В цифрах это больше 300 миллионов долларов. Традиционный товарооборот это пшеница, нефть, нефтепродукты и железнодорожные локомотивы. Задел внушительный, но не рекордный. И ставки делать нужно не только на сырье сошлись во мнениях аналитики. Развивая нефтехимический, газохимический комплекс в наших странах, мы могли бы производить продукцию с гораздо более высокой добавленной стоимостью. И это сразу же отразится и на товарообороте, и на инвестиционных показателях. Это и новые рабочие места, причем высококвалифицированные, высокоплачиваемые рабочие места. Это вместе с тем, конечно же, и диверсификация в общем наших экономик. Мы будем отдаляться тогда от ориентации на экспорт сырья. И вместе с тем, тем самым, мы будем налаживать кооперацию технологическую. Наладить высокотехнологичное производство, а рынки сбыта искать не нужно. Оборота в Азию и Европу. Казахстан и Азербайджан до сих пор не в полной мере используют портовые мощности Каспия. Загружена лишь четвертая часть. И в нынешних условиях, когда инвесторы в поиске альтернативных маршрутов на смену традиционным, вопрос вновь приобрел особую актуальность. Порты работают, осталось укрепить инфраструктуру. Мощности трубопроводной системы Азербайджана – это два трубопровода. Баку-Тбилиси-Джейхана, Баку-Супса. И в принципе, сейчас они работают в половину своей мощности. То есть у нас есть задел, чтобы заполнять эту инфраструктуру. Но у нас проблема заключается в том, что нет трубопровода из Казахстана в Азербайджан, по дну Каспийского моря. И, соответственно, приходится и придется везти нефть танкерами, которые в ограниченном количестве. И я думаю, именно в вопросе строительства танкеров будет уделено особое внимание на встрече лидеров. А встреча лидеров стран «Соседей по Каспию» состоится завтра. Это первый визит Касамжимарта Тукаева в Баку с начала его президентской карьеры. Город здесь чтят прошлое. Вот отсюда можно увидеть сохранивший свой облик знаменитый старинный квартал Ичири-Шехер. И уверенно смотрят в будущее. Эти стеклянные небоскребы – символ уже современного Баку. Впрочем, строить будущее, уважая истоки азбука всех тюркских народов. Братство, испытанное временем, между Казахстаном и Азербайджаном сегодня нет никаких противоречий в политических взглядах. А новые горизонты в экономике станут известны уже завтра. Планов достаточно. Стороны подпишут около двух десятков соглашений. Айгуля Монтаева, Жандос Бетабаров, Дулат Янтибеков, Азербайджан, Баку. К другим темам. Водоснабжение, ремонт дорог, уличное освещение, трудоустройство. С такими проблемами обратились жители Аиртаусского района Североказахстанской области к представителям мобильной общественной приемной партии «Аманат». Они продолжают объезжать сельские глубинки, помогать казахстанцам с решением насущных проблем. Сейчас партийцы в Североказахстанской и Атараусской областях. За день они успели объехать четыре села и выслушать порядка 60 казахстанцев. Наш водопровод существует с 80-го года, и поэтому он уже изношен, можно сказать, на 90%. Я обратилась, мне сказали, что уже через две недели будет готово ПСД, и в ноябре месяце будут запрашивать деньги, которые нужны на восстановление этого водопровода. С 4 июля пошел второй этап. Мы сейчас опять объезжаем все регионы. Уже побывали в 131 сельском округе. Около тысячи человек приняли. И там где-то 24% вопроса решаются сразу же. В Казахстане приостановили финансирование проектно-сметной документации на строительство порядка 1200 объектов. Некоторые из них планировали реализовать в Мангыставской области. Однако из-за рискового повышения цен на строительные материалы работы пришлось заморозить. С учетом последних изменений в документы будут внесены корректировки. Руководители местных строительных компаний, пребывающие в неведении о сроках решения проблемы, просят встречи с соответственными высокопоставленными чиновниками. Сегодня свои вопросы они задали депутатам жилиса парламента. Много где приостановлено строительство объектов в Мангыставской области на 80%. Мы посетили больницу в Монолинском районе, которая находится под контролем партии Аманат. На 100% работы остановлены. Документы ушли на корректировку. Побывали на озере Кошхарата. Там то же самое. На этот год были выделены миллиардные суммы. Если их не освоить, на следующий год ничего не будет. Проблему будем рассматривать в парламенте. В Талдыкургане жители аварийных многоэтажных домов начали получать новое жилье. Счастливыми новоселами стали уже 27 семей. Ключи от новых квартир по графику будут получать и другие горожане, проживающие в опасных условиях. Тему продолжит Кристина Алмазк-Изе. Просторная, светлая квартира, а главное безопасная. Семья Етикбаевых празднует новоселье. Старое жилье было опасным для жизни, рассказывает хозяйка. Больше всего мы боялись, что на верхнем этаже рухнет крыша. Постоянно газ, свет. Правого отопления у нас не было. Поэтому в каждой квартире стояли печи. Когда ее топишь, отовсюду шел дым. Каждый раз из-за этого переживали. Теперь мы получили хорошую трехкомнатную квартиру. Мы счастливы. Программа реновации ветхого жилья в Талдыкургане была принята недавно. В соответствии с ней местные власти закупают квартиры в хороших домах и передают их жителям аварийных. Квартиры люди могут приватизировать и оформить документы на свое имя. Если, допустим, прежняя была двухкомнатная, то взамен будет выдана также двухкомнатная. Трехкомнатную, соответственно, обменяют на трехкомнатную. На данный момент в областном центре аварийными признано 14 многоэтажек. Большинство из них были построены еще в 60-х годах прошлого столетия. В одной из таких сегодня проживает многодетная семья Бикижана и Семкулова. Необходимые документы собраны и переданы в жилищную инспекцию. Теперь с нетерпением ждут своей очереди. Сами видите, дом в плачевном состоянии. Все порогнило. Лестницы скрипят, вот-вот рухнут. От соседей, которые уже получили квартиры, слышим, что новое жилье хорошее выдают. По словам городских властей, никто из горожан, правильно оформивших необходимый пакет документов, без крова не останется. Ветхие дома снесут, а на их месте возведут новые многоэтажные жилые комплексы. Чиновницу и врача судили за взятки в Уральске. Как выяснилось, руководитель медико-социальной экспертизы Департамента соцзащиты получала незаконное вознаграждение за присвоение и продление инвалидности. Подтвердились 12 эпизодов на общую сумму в миллион тенге. В этом деле ей помогала врач-невролог городской поликлиники номер два. Так, по словам медработника, трое ее пациентов заплатили по 100 тысяч тенге за присвоение инвалидности без срока переосвидетельствования. Суд учел раскаяние подсудимых, отсутствие у них судимости в прошлом и приговорил к штрафам. Также чиновницу и врача лишили права трудиться на госслужбе и в квази-госсекторе. Они получили неоднократные взятки с путем перечисления на банковский счет в общей сумме в миллион тенге. Пикужина назначила наказание в виде штрафа размера 60 миллионов тенге с пожизненным лечением права занимать должность на государственной службе. Врач-невролог Тельбаева назначила наказание в виде штрафа в сумме 6 миллионов тенге. Антикоррупционная служба Карагандинской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Акимата поселка Молодежный по факту хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог. Через неполный год на одном из участков появились ямы, и жители поставили вопрос о качестве проведенных работ. Марина Золотарева побывала в Осокаровском районе, расскажет подробности. По программе Ауэль-Ель-Бесеги на ремонт внутрипоселковых дорог в Молодежном было выделено почти полмиллиарда тенге. На эти средства должны были привести в порядок 13 километров путей. Однако на проходном участке уже появились дефекты. Средний ремонт этой дороги завершился в октябре прошлого года, но уже в мае нынешнего она потребовала ремонта. Не успели залатать ямы на этом участке, как они появились на следующем. 400 метров дороги с весны ремонтируют уже дважды. Второй раз после вмешательства антикоррупционщиков. Дрешины появились на улице Комарова, так как здесь ходят большегрузные машины, и они продавили. У нас стоят знаки, но как мы видим, большегрузы продолжают проезжать по этой дороге, игнорируя знаки. Полицейские должны принять участие, чтобы как-то вместе, сплоченно нам устранить эти все недостатки. Весной у нас здесь потекла дорога по причине того, что здесь основная дорога для большегрузных машин. Мы надеемся, что антикоррупционная служба возьмет под контроль этот участок дороги и нам все сделают хорошо. По проектно-сметной документации толщина асфальтового покрытия на этом участке 4 сантиметра. Тогда как для проходимости большегрузов она должна быть в разы больше, говорят подрядчики. По мониторингу в социальных сетях было выявлено обращение от жителя поселка Молодежный именно о качестве дорог. После вмешательства антикоррупционной службы начали выполняться работы, также было заведено уголовное дело. Ремонт дорог на особом контроле у антикоррупционщиков. Это уже не первое уголовное дело, возбужденное по факту некачественной реконструкции. Ранее уголовное дело возбудили в отношении бывшего руководителя ЖКХ Каркаролинского района, который должен был контролировать ремонт дорог. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Зарина Зубыхар, Каргандинская область, Хабар, 24. И о событиях в мире. В столице Новой Зеландии вспыхнули антиправительственные протесты. Больше двух тысяч человек собрались у здания парламента. Митингующие не согласны с ужесточением экологических норм для фермеров и ковид-ограничений. Некоторые из протестующих пришли с плакатами, призывающими к свободе прав. Напомню, антиправительственные протесты в Новой Зеландии начались в начале этого года. Тогда сотни грузовых машин заблокировали движение в центре столицы страны. Акция завершилась массовыми задержаниями. На север Филиппин обрушился мощный тропический шторм. Пострадали двое местных жителей. На жертвах не сообщается. Из-за непогоды в стране закрыты все школы и государственные учреждения. На кадрах, опубликованных Associated Press, видны последствия шторма. Затоплены улицы и сломанные деревья. Скорость ветра, по данным синоптиков, достигала 150 метров в час. В мире существует угроза применения ядерного оружия. Такого риска не было несколько десятилетий, считает в ООН. Тревожной остается ситуация на Запорожской АЭС. В Украине ждут миссию МАГАТЭ, а Россия требует провести заседание Совбезоон. Иран, между тем, отказался от еще одного требования по ядерному соглашению. Риск ядерного конфликта достиг максимума за последние десятилетия. А система коллективной безопасности подвержена испытаниям, как никогда прежде, предупредил генсек ООН Антонио Гутерриш. В связи с этим державы обязаны прекратить, цитата, бряться не ядерным оружием и сесть за стол переговоров. Они должны дать обязательство никогда не применять его первыми. Инструменты, удерживающие нас от катастрофической мировой войны, важны, но они должны соответствовать нынешним, быстро ухудшающимся условиям мира и безопасности. Нам необходимо восстановить глобальный консенсус в отношении сотрудничества, необходимого для обеспечения коллективной безопасности, включая работу ООН. Запорожская АЭС продолжает подвергаться обстрелам. Рядом с заводом вновь упали несколько снарядов. Обеспокоенные ситуации местные власти уже подготовили план на случай ЧАЭС. Пока Москва и Киев обвиняют друг друга в ракетной атаке, эксперты отмечают поражение реактора грозит глобальной катастрофой. А по мнению Владимира Зеленского, безопасность на станции сможет обеспечить миссия МАГАТЭ. Украинские дипломаты, наши партнеры, представители ООН МАГАТЭ прорабатывают детали миссии. С этой миссии может начаться возвращение комплексной безопасности на Запорожскую АЭС и Энергодар. Я благодарен всем, кто присоединился к усилиям. Россия, между тем, потребовала провести заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на АЭС. Оно должно состояться в ближайшее время. В Москве, к слову, считают, что это именно Запад помогает Украине в шантаже. В последние недели западные покровители Украины, по сути, помогают Киеву в его попытках ядерного шантажа, игнорируя факт обстрела ВСУ Запорожской ядерной электростанции. Иран отказался еще от одного требования в рамках восстановления ядерной сделки. Тегеран больше не просит закрыть международное расследование о происхождении следов урана на ряде объектов, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Вашингтон пока изучает ответ. Это правда. И вы все знаете, что прошло много времени из-за бездействия со стороны Ирана. Мысли о том, что мы отложим эти переговоры, никоим образом не соответствуют действительности. А в Тегеране заявили, что Вашингтон пока не дал ответа на предложение европейской стороны в ходе непрямых переговоров, направленных на восстановление договора. Американское правительство пока не ответило на предложение европейской стороны. Мы не можем сказать, что достигли соглашения, пока не будут согласованы все вопросы. Сегодня в Алматы 400 преподавателей английского, французского языков, а также учителя музыки и начальных классов страны перенимали опыт иностранных и отечественных экспертов. В канун нового учебного года они говорили о функциональной грамотности школьников, которая включает в себя комплекс знаний и навыков, необходимых в глобальном мире будущего. К сожалению, по исследованиям международной программы РИЗа, ПИЗа, простите, результаты наших школьников неутешительны. 15-летние казахстанцы заняли 69 место. Это говорит о том, что они не могут применить свои знания в жизни. Поэтому, как отметили эксперты, функциональная грамотность должна стать ключевой основой в обучении детей. Как подчеркнули эксперты, главное – привить навыки 21 века, так называемые 4К. Это коммуникация, коллаборация, критическое мышление и креатив. Кстати, креатив и критическое мышление в минувшем году вошли в топ самых востребованных навыков. Это работа напрямую учителя с учеником. Как надо работать, какой герой – хороший, плохой, как бы ты поступил на его месте, почему он так сделал. То есть это надо развивать. Вопросы должны быть неоднозначные. Ответы должны быть не «да» или «нет», или вот «абоца», а так, чтобы ребенок мог дальше пофантазировать, покреативить, подумать. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!